Когда хотят узнать что-то о человеке, официальное, спрашивают у него паспорт или удостоверение. Когда хотят узнать что-то о городе, смотрят на его герб. У нашего Екатеринбурга мог появиться герб сразу после его возникновения. Такой герб был заказан придворному геральдмейстеру Францу Санти. Но так получилось, что Франц Санти стал заговорщиком и проект его герба не был утвержден. Второй раз вернулись уже к официальному гербу Екатеринбурга, когда он получил статус города. Это произошло во времена правления Екатерины Великой в 1783 году. И вот тогда Екатеринбург пережил первое унижение. Он был признан уездным городом Пермской губернии. Как это выразилось на гербе? Верхняя часть всех уездных городов занималась гербом губернии, к которой этот город принадлежит. Наверху мы видим медведя с Библией на плечах. Свердловск стал думать о своем гербе ближе к юбилею. Первый раз всерьез стали обсуждать вопрос о том, что герб нужен городу в 1967 году. Каждый мог предложить свой герб города. Таких проектов появилось 45. Их даже выставили в витринах центрального гастронома. Но в результате этот проект не состоялся. В 1973 году торжественно открыли обновленную плотинку. Правда, ее тогда так не называли. Называли ее исторический сквер. В качестве отсыла к прошлому был помещен герб Екатеринбурга образца 1783 года. А вот в качестве перехода к будущему эмблема, которая появилась в Екатеринбурге в 1972 году. И хотя над гербом работало 6 человек, все, что они придумали, оказалось лишь городской эмблемой. И очень скоро она исчезла из официальной символики, оставшись только здесь на плотине. И посмотрите, здесь действительно более, может быть, уральский и более современный герб даже, чем тот, которым мы сегодня пользуемся. Абрис крепости, шестеренку, как символ того, что мы металлургический край, образ реки и также атомную энергетику. И здесь же помещены животные, с которыми Урал ассоциируется. Это соболь, но соболь не как пушнина, а как то клеймо, которым клеймили уральский металл. И ящерица из сказок Бажова. Прошли годы, и в конечном итоге был утвержден герб, который мы сегодня видим на фасаде городской администрации. Посмотрите, часть герба – это крепость. Часть герба зеленого цвета говорит нам о богатстве уральских гор и о лесных богатствах. Мы не забыли и нашу многострадальную и сеть. Вот эти волнистые линии – это и сеть. Две фигуры, которые называются щитодержатели – медведь и соболь. И это говорит нам о том, что Екатеринбург – город на границе Европы и Азии. Ну и вот представьте себе, что Европу, как это ни странно, символизирует медведь, а Азию – соболь. Ну и, наконец, доменная печь и рудный колодец – символы металлургии и природных богатств. Ну и в 2008 году по геральдическим постановлениям новым была добавлена корона. Екатеринбургский герб обращен в прошлое. На вопросы «кто мы?», «откуда?» он еще отвечает. Но вот «куда мы идем?» – это остается без ответа.